Говоришь, это ты натерпелся и кровь проливал. Ветеран вскочил на трибуну и схватил за воротник должностей на заседании. Но уже было дальше. Великую Отечественную можно назвать поистинной народной войной. На ее фронтах оказывались люди самых разных профессий. В частности, в первые дни войны добровольцами записывались не только рабочие, крестьяне или учителя, но и люди с высшим образованием, посвятившим себя науке. Так, например, случилось с Иосифом Раппортом, генетиком и биологом, кандидатом на звание доктора наук. Иосиф Абрамович был в первой волне добровольцев и уже летом 41-го получил свое ранение в Крыму, и второе зимой 44-го уже в Европе. Раппорт был весьма образованным человеком и с успехом осваивал науку в довоенное время. Незадолго до 41-го года он получает высшее образование в ЛГУ, потом уходит в генетику и получает звание кандидата докторских наук. Но немцы не дали молодому ученому идти по мирному пути. Сначала он попадает в Крым, где доблестно сражается с фашистами и получает первое тяжелое ранение, а затем его направляют на курсы офицерского состава. Получив звание капитана, Иосиф Абрамович попадает на передовую и становится исполняющим обязанности в десантном батальоне. Причем именно тогда, когда проводится операция по форсированию Днепра. Раппорту удается провести десант с минимальными потерями и захватить Плацнар. Далее боевой путь молодого командира уходит в Европу и заканчивается в Австрии, где уже майор встречается с американцами. Раппорта два раза предоставляли к награде Героя Советского Союза, но в обоих случаях пришли отказы. Однако и без этого наград хватало. Орден Красного Знамени, Миндаль за Мужество, Орден Отечественной Войны 1-й и 2-й степени. По вышесказанному, становится понятно, что Иосиф Абрамович обладал железным характером и повидал за время службы разные, но он и представить не мог, что вернувшись к мирной жизни, у него начнутся новые сражения. Стоит также отметить, что в 43-м году, во время обучения на звание капитана, раппорт получает степень доктора наук. После Великой Отечественной Войны, в нашей генетике начался период, скажем так, мракобесия. До власти добрался Лысенко и, пользуясь своими возможностями и влиянием, начал насаживать специфическую картину мира. В частности, все тогдашние научные веяния в области генетики, распространенные на Западе, были объявлены ложными, а тех, кто их придерживался в Советском Союзе, обзывали проклятыми буржуями и всячески изгоняли из науки. Из-за этого в свое время пострадал ученый Вавилов, которого в моем смысле погубили новые порядки. У Лысенко имелся верный союзник и великолепный оратор по фамилии Презент. Он, Презент, активно выступал с поддержкой Лысковщины, и в один из дней на его лекцию пришел Иосиф Абрамович. Когда Презент начал вещать, что мы проливали кровь на войне, бывший майор не выдержал, стоит отметить, что раппорт придерживался взглядов Авилова. Он залез на трибуну, взял Презент за горло и рассказал, где он видел таких фронтовиков. Он произнес Презент, когда мы, когда вся страна проливала кровь на фронтах трой мировой войны, эти муховоды, закончить свою речь он не сумел, как тигр из первого ряда бросился в трибуне. Раппорт знал, что такое брать языка. Презент на войне не был. Он был слишком ценным, чтобы воевать. Там же и умереть можно. Раппорт схватил Презента за ворот и, сжимая горло, злобно спросил, это ты, гад, кровь проливал? Интересно, что данное событие было отмечено в стенограмме, как хулиганский поступок. Все могло обойтись, но Раппорт еще не раз рассказывал об этом случае. В итоге его исключают из партии, запрещают заниматься генетикой и направляют работать в научной экспедиции на Дальний Восток. Своей любимой генетике Иосиф Аврамович вернется только после смерти Сталина, когда научное сообщество напишет письмо 300 и Лысенко уберут из науки. Вот такие страсти царили в науке сразу после войны. Ставьте лайк, чтобы как можно больше людей узнал о подвигах наших предков. Давайте сохраним память о героях Великой Отечественной. Не забудьте подписаться на канал. Впереди еще нас ждет много интересного.